Привет всем, добрый вечер. Меня зовут Лайя. Мы с вами, может быть, знакомы за очередь. Я пишу письма, принято, что я читаю и общаюсь с вами на сетях. Мы стараемся напоминять эти сети образовательных концертов. И вот мы решили поднести это также и в офлайн-инлайн, вместе с образовательным проектом Доктрины Эдропелис, перед некоторыми спектаклями проводили такие небольшие, короткие лекции, которые посвящены авторам ИЕС или семейным произведениям. И вот сегодня мы открываем наш проект до первого звонка, лекции Владимира Картера, посвященной Мальеру и Пасюфу. И, наверное, Мария немножко расскажет о Доктрину, и мы готовы. Всем добрый вечер, спасибо, что пришли. Коротко расскажу о том, что такое это Киноэдропелис. Это образовательное пространство, где у нас проходят лекции по истории искусства, культуры, также проходят различные кинопоказы. С лекторами мы любим говорить про живопись, архитектуру, дизайн, театр, кино и многие другие интересные темы. Посмотрите в списании, зарегистрироваться всегда можете у нас на сайте и в социальных сетях. И я думаю, что мы можем начинать нашу лекцию. Всем здравствуйте, если не возражаете. Хотя, наверное, я буду стоя, потому что времени у нас не так много осталось до спектакля. Сегодняшний спектакль основан на пьесе великого французского драматурга Жанна Батиста Мальера. Я думаю, что большинство из вас читали его пьесы и были на спектаклях по его комедиям. Но этот год он еще начал тем, что и в России в том числе отмечают 400-летие этого драматурга. И вот с этого я бы хотел начать, потому что вроде бы странно, французский драматург, а в России достаточно активно отмечается его вот этот гигантский юбилей. Понятно, что Мальер давно вышел за пределы своей национальной истории Франции и стал мировым драматургом мирового значения. Но для России он тоже очень важен. Почему? Потому что если мы вернемся назад в далекое прошлое, в XVIII век, когда зародился российский профессиональный театр, и посмотрим репертуар императорских театров, мы увидим, что достаточно большую часть этого репертуара занимали комедии Мальера. То есть с Мальером русский театр существует по сути самого своего возникновения. Поскольку это были комедии, и комедий на русском языке еще тогда не существовало, они только-только появлялись. А самые известные комедии появятся лишь в конце XVIII века. Что-то играть надо. И играли Мальера. И в том числе, конечно же, гигантский интерес вызывала эта пьеса «Тартюф», скандальная пьеса, из-за которой у Мальера были проблемы. Сейчас вот нам это все становится снова знакомым. Запреты, цензура, все прочее. И с Мальером случилось то же самое на премьере «Тартюфа», потому что главным героем этой комедии стал Святоша. Человек, выдающий себя за святого отца, а на самом деле редкостный ханжа, который будет соблазнять. Я немножечко такой спойлер, но поскольку сюжет классический, думаю, ничего страшного. В театре-мастерская своя оригинальная версия, и вас помимо фабулы ждет много интересного, много открытий и сюрпризов в этом спектакле, который скоро мы увидим. Так вот, этот Святоша, проповедующий праведность и следование догмам, на самом деле оказывается самым, что ни на есть, развратным господином. И, конечно, во времена Мальера церковь была очень сильна, и само вообще обращение, появление на сцене, на театре таких персонажей вызывало протесты части людей. Поскольку эта сатира Мальера была адресована конкретно в адрес высших чинов церкви католической, у него начались проблемы. И только благодаря покровительству Людовика XIV, короля Солнца, при котором театр, и не только театр, а вообще французское королевство, оно расцвело и стало самым ярким государством Европы. И все, в том числе и Россия, российские императоры уже в XVIII веке все равно подражали Франции. Как вы знаете, Петергоф у нас возник для того, чтобы переплюнуть Версаль. Так вот, при Людовике расцвел талант Мальера. И во многом благодаря его покровительству, благодаря его защите, ровно так же, как пьеса «Ревизор» Гоголевская появилась на сцене Александринского театра, благодаря тому, что ее одобрил Николай I, сказав, да, всем досталось, а больше всех мне, разрешил ее представление. Так вот, как и Гоголь, Мольер, вернее, Гоголь как Мольер, Мольер тоже жил под покровительством монарха, своего монарха. Но почему эта пьеса не только, да, вот, понятно, что Мольер за свою жизнь написал множество комедий, его труппа жила за счет его произведений. Не было такого, знаете, как вот сегодня мы можем взяли пьесу Мольера, взяли пьесу, не знаю, Пушкина или кого-то из современных драматургов, и создали свой репертуар. Нет, тогда такого не было, и труппа Мольера играла только произведения Мольера, ну или почти только произведения Мольера. Понятно, что возникали и в его творчестве переделки уже известных сюжетов, однако же, что из этого, почему из такого огромного наследия этого драматурга до нас, не то, чтобы до нас все дошло практически, но ставится далеко не все. Всего, по сути всего, там 3-5 произведений. Дон Жуан, это, кстати, тоже одна из знаменитых пьес Мольера, не только, значит, опера Моцарта, вообще, конечно, бродячий сюжет, но из драматических версий этого сюжета самая, наверное, все-таки популярная Мольеровская. Хотя понятно, что в России мы знаем больше этот сюжет по маленькой трагедии, трагедии из цикла «Дон Гуан» или «Каменный кость» Пушкина. Так вот, «Дон Жуан», «Мещанин во дворянстве», «Тартюв», «Скупой», может быть... Да, в общем-то, на самом деле, больше мы и... Может быть, я что-то забыл, у них одну пьесу сейчас в суматохе добираюсь до театра-мастерская, сквозь эти снега и воду. Но, в принципе, вот эта обойма, она никуда не девается, она постоянно в репертуаре разных театров России. Что же такого в «Тартюхе» особенного, что эта пьеса, написанная в 17 веке, значит, дожила, прожила 300 лет, и сегодня вот мы собрались все здесь, театра-мастерская, для того, чтобы посмотреть снова этот сюжет. Почему мы ее не забыли? Понятно, что мы смотрим Мольера не в оригинале, а в переводе, и переводов достаточное количество этого драматурга. Но мне кажется, что Мольер нашел в своих комедиях такую формулу комического, причем не просто... Ведь в его пьесах всегда есть над чем посмеяться, но есть и над чем задуматься. Вот, по-моему, в этом его основное достоинство, которое его тексты сквозь века провело. Потому что мы не только смеемся над странным господином, который пригласил к себе в дом этого Тартюха, непонятного человека, и во всем ему стал подчиняться. Не только смеемся над тем, как он наблюдает, как Тартюх соблазняет его жену, и только после этого начинает что-то в его жизни, в его сознании меняться, ах, вот, наверное, что-то все-таки не так здесь, что-то не то. Не только эти комические, фарсовые ситуации, а ведь Мольер, он, перед тем, как стать драматургом и возглавить вот этот самый Королевский театр в Пале-Рояле, он прошел очень долгий путь. Он начинал как комедиант, он работал в труппе итальянских комедиантов, которые делали комедию дель арта, это были французы, но они работали в технике итальянцев, и поэтому соединение исходно французского фарса, вот этой культуры фарса, грубой шутки, площадной шутки, и таких вполне уже к 17 веку изящных и изысканных порой трюков комедии итальян, как называли комедию дель арта во Франции, дало новый результат, и появилась таким образом высокая комедия, высокая комедия, которая не только развлекала, но еще и просвещала, и поэтому не случайно в 18 веке все страны, взявшие на себя, вот мы сегодня встретились благодаря проекту «Доктрину от Нобелес», вот страны, принявшие доктрину просвещения, они взяли на вооружение пьесы Мольера, потому что пьесы Мольера заставляли задуматься, заставляли вообще поразмышлять над тем, как мы живем, и зачем мы живем, и какие у нас пороки, и как нам с этими пороками и слабостями, не только пороки, и как нам с этими пороками и слабостями нужно справляться, и нужно ли, и вот масса-масса возникает разных ассоциаций мыслей, когда мы читаем все это, и, безусловно, лучшие русские комедии всегда оглядываются на Мольера, и фон Визин в своем недоросле, и Грибоедов в горе от ума, и Островский в своих произведениях, они все внимательно прочитали Мольера, прежде чем стали, сами стали вот этими нашими замечательными классиками, драматургами, написали свои великие тексты. Что касается сегодняшнего спектакля, конечно же, ну, во-первых, всем нам повезло, потому что сегодня спектакль в постановке художественного руководителя, мастерской, Григория Михайловича Козлова, и это всегда очень интересно, по крайней мере, для меня, и это всегда авторский взгляд, потому что мастерская на сегодняшний день в Петербурге не так много авторских театров, и мастерская один из таких театров. Спектакль «Тартюф» в мастерской – это, безусловно, не иллюстрация пьесы Мольера, для того, чтобы ознакомиться вот с переводом тем или иным этой комедии, лучше взять книгу, прочитать, самому представить людей вот в тех самых костюмах, в той самой далекой от нас Франции, и самим вообразить. Конечно, это спектакль про сегодня, несмотря на то, что он поставлен достаточно давно, уже он долго в репертуаре мастерской находится, и достоин многих наград, в общем-то. Здесь уже его особенно представлять, наверное, не стоит, но все-таки важно сказать, что Мольер в творчестве Григория Козлова, особенно периода театра-мастерская, это такое необычное явление, потому что мы все знаем Козлова в мастерской, автора спектаклей по большой прозе, Тихий Дон, да, мастер Маргарита и так далее. А здесь вдруг он обращается к классической пьесе и делает ее. Но в этом тоже есть своя традиция, потому что еще до того, как Григорий Михайлович создал этот замечательный театр, он, естественно, тоже ставил спектакли, и мне кажется, что Мольер в мастерской, Тартюв в мастерской, он входит в традицию спектаклей Козлова еще до того, как он пришел сюда. Это и знаменитый постскриптум, спектакль по Гоффману, по произведениям Гоффмана, который был в Александринском театре, совершенно уникальный был, уникальная была постановка и лес по Островскому в театре на Литийном. По-моему, совсем недавно этот спектакль сошел из репертуара, продержавшись чуть ли не 20 лет, не больше 20 лет. Так вот, почему я об этом говорю? Потому что в этих спектаклях Григорий Михайлович исследует театр. Вообще, это всегда очень интересно смотреть, когда художник размышляет о своем искусстве. И в этой линии его творчества, мне кажется, как раз размышления о театре, о том, что такое театр, зачем мы им занимаемся, почему мы им занимаемся, это очень важные для него как автора истории и важные для зрителей, потому что, смотря этот спектакль, мы не только узнаем Мольера, потому что текст Мольера и сюжет Мольера, безусловно, здесь в этом спектакле сохранен, но и понимаем природу этого театра, природу художника, потому что каждый настоящий художник создает свой мир, и это совершенно точно, и мир Козлова – это отдельный мир, отдельная планета театральная. И вот на этом спектакле можно немножечко заглянуть в его, ну, не сказано, конечно, громко будет сказано, в кухне, да, в закулисье, нет, конечно, это спектакль, но всё-таки увидеть взгляд, такую рефлексию об актёрстве, о том, что такое актёр для мастерской, о том, что такое театр вообще, что это шоу или размышления о жизни, о каких-то важных глубинных вопросах, или это взгляд на себя со стороны, или попытка узнать себя в героях того или иного произведения. Но мне кажется, что, конечно же, эта история, история сегодняшнего Тартьюфа, которую мы увидим, это история про нас сегодняшних, про нашу глупость, про наше безрассудство, и всё же про нашу любовь. Любовь к театру, любовь к искусству, и любовь к людям. Вы знаете, сейчас я уже должен закругляться в этой короткой лекции, краткой лекции, я хочу сказать, что многие спектакли сегодня с началом известных событий звучат совсем иначе, чем это было при их премьере. И потому что живой спектакль всегда впитывает время, всегда впитывает ваши зрительские ощущения, впечатления, волнения, которые вы приносите с улицы сегодняшнего Гололёда. И вообще из той атмосферы, которой мы дышим, из тех мыслей и чувств, которыми мы живём, и те, кто уже, может быть, видел этот спектакль, я уверен, сегодня откроет для себя что-то новое. Он какими-то новыми, новыми обертонами обогатился, и сегодняшний день в нём, не сомневаюсь, будет пульсировать. На этом основную часть я завершаю, а если вдруг у вас есть какие-то вопросы, то я постараюсь на них кратко ответить. Нет? Тогда спасибо, хорошего вам спектакля, и буду рад видеть вас в пятницу, если вдруг вы сможете прийти на уже тоже краткой лекции, посвящённой ещё одному очень интересному и необычному, совсем другому спектаклю театра-мастерская «Петруша, сын ты мой или нет?» по роману Достоевского «Бесаеву» поставил достаточно молодой режиссёр Роман Габриа, главный режиссёр мастерской, поэтому приходите, буду рад. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.